ассоциация грибы и грибники калининградской области грибная банда представляет доброе утро друзья грибная банда калининграда приветствует вас на своем канале сегодня у нас экспериментальный выезд разведка продолжаем разведывать леса и будем говорить так мы заехали чудеснейший уголок леса чудеснейший в том отношении то что мы только остановились дороги вот смотрите какие четкие 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 рыжики вот они не чистенькие идеальные рыжики вот они полянами 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 и лесовичок нас радует сразу же под осиной океаны мы еще только вышли из машины лес обалденно красивый мох елки что нам принесет сегодняшний день итак мы начинаем нашу разведку лес действительно сказочный только отошли от машины и и тут такие красоты и гриб и гриб и гриб смотрите он польский белый стоит вот свинух толстоногий вон свинух польских белых дорожка обалденное начало дня сейчас попробуем углубиться в лес и посмотрим что из этого получится ребята сменили дислокации из этого сказочного леса который обнадеживался входа но как бы результата не дал сейчас мы в таком рискованном месте попали не переезжая речку шушупе мы сейчас попали по навигатору находимся в километре от русско-литовской границы поэтому ведем себя тихо не кричим передвигаемся на цыпочках почему на цыпочках потому что в прошлом году у нас уже был один экстремальный выезд мы ехали с той стороны речки шушупе сторону поселка пограничного а там есть участок дороги километров 7-8 когда проезжаешь вдоль государственной границы прямо вот идет обочина дороги обочина дороги и там уже стоят пограничные столбы и вот я не знаю почему решил сфотографировать эти пограничные столбы мы их сфотографировали и почти сразу свернули верхний неманский лес отъехали от границы километров пять наверно шесть и расположились расположились покушать всей бандой самое интересное только начали кушать и тут бах и подъезжать погранцы все понимаю они могли заснять на камеру как мы фоткали границу да какое-то нарушение но как они вычислили нас в лесу до сих пор вообще не понимаю честное слово не понимаю смотрите какие красавцы вот такими кочками обалденные обалденный гриб самое главное что сейчас его почти нету червивого обалденно чистый гриб вот такие красавцы сейчас почищу пойдем дальше в общем то пограничники ограничились только нравоучительной беседой но как вы понимаете мы же ехали за грибами и удостоверение как таковых у нас не было с собой и по большому счету по идее погранцы до выяснения личностей могли бы нас наверное этот не будем брать могли бы нас отправить на погран заставу и продержать там некоторое время спасло удостоверение волонтера в общем нас отпустили конечно но при этом сказали сменить квартал мы передвинулись еще километра на полтора на два и чуть-чуть напрягли нас звуки за спиной мы стали выходить на просеку и представляете ситуацию попали прям на номера стоят охотники оказывается у них загон был на парнокопытного вернее парнокопытных вот какой красавица забыл добавить что дело было в ноябре месяце и в общем то косяк организаторов охоты состоял в том что лес был не был оцеплен и не стояло никакого оцепления обалдеть ребятам напал на полянку таких подосинок вы даже обалдеете вот смотрите какие бочонки стоят вот такие обалденные они такие толстые офигеть вот мои три пальца и вот продолжение рассказа о наших путешествиях так получилось что мы вот так меняя дислокацию мы два или три раза выходили вот так то на загончиков то на номера ну в общем то жестко было вот поэтому мы сейчас 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 шифруемся вот такие красавцы смотрите смотрите как только же сказал молчать вот такие подосинки обалденные толстенькие как карапузы посмотрите какие кнопыши лезут вот такие вот они их тут довольно таки много вон торчит вон под листой торчит здоровско идет молодой гриб это очень хорошо ребята подписывайтесь на наш канал задавайте вопросы и мы обязательно на них ответим красавцы то какие вот такие подосиночки ребят это ух подосиновый рай на границе это здорово классно кстати ребята вы верите в приметы ну я думаю все грибники верят в приметы вот сегодня утром когда ехали нас леса дорогу перебежала вот изначально я говорил что все будет все будет отлично вот такие красавцы подосиновики четенькие свеженькие отлично подосиночки как солдатики как солдатики стоило просто выйти на край леса вот такие обалденные красавцы красавица и маленькие лезут маленькие бодрые но разве вот это вот не восторг вот такие обалденные конечно обалденный гриб ребята они могли бы вы ответить комментарии видеть верите ли вы примету что нельзя доставать нож из ножен или из чего-то там из ведра пока не увидел гриб сколько раз обращал внимание идешь с ножом на перевес и лесовичок не дает тебе гриба только его засунул в ножны раз и вот он вот такой вот грибок грибники все-таки народ суеверный так же как и рыбаки предвзято относятся к пожеланию удачи также и грибники мы как-то проводили конкурс на лучшее пожелание грибнику и у нас сработали два пожелания это не червяка не слезняка и полных лукошек попробуйте на себе советую работает рекомендация от грибной банды ну вот согласитесь весь красота красота балтина душа радуется грибник меня поймет это же здоровско белая как с картинки еще раз повторюсь ребята грибница не наносится никакого вреда от того от что вы срезаете или выкручиваете для того чтобы испортить грибницу надо прийти с лопатой она довольно таки далеко единственная рекомендация то что вы должны не нарушать подстилку после того как гриб гриб выкрутили постарайтесь восстановить подстилку и будет вам счастье в общем-то ребята сегодня гриб радует даже очень единственное что напрягает так это отсутствие документов может в этот раз то и не прокатить волонтерское удостоверение решение о выезде сюда было принято так спонтанно в елках отличный отличный рыжий отличный чётенький еловый рыжий вот такие красавцы стоят вот он чётенький чётенький рыжий а вот кстати вон между деревьев и беленький стоит гриба много за хорошо так что это сегодняшняя поездка удалась на славу спасибо ребята вам за просмотр за то что вы побродили вместе с нами по нашим калининградским лесам задавайте свои вопросы и мы постараемся на них ответить оставляйте комментарии всем спасибо мира и добра вашему дому встретимся в дальнейшем в лесах калининградской области субтитры и вотeten в 6 головы красавцы Продолжение следует...